В Адмиралтейском представители управляющей компании и судебные приставы эвакуировали первый автомобиль за коммунальные долги. Всего жители района задолжали более миллиарда рублей. Собственники, которые не платят квартплату, часто бывают людьми небедными. Вот, например, владелица этой машины должна жилком сервису номер один почти 300 тысяч рублей. Автомобиль как раз и пришли арестовывать приставы после решения суда о взыскании долга. Должник не являлся ни на прием, не реагировал ни на какие почтовые извещения, а, соответственно, грубо говоря, проявил таким образом свое бездействие. Неплательщик Елена Мишак оказалась дома. В сложившейся ситуации она обвинила ЖКС и Почту России. Вам отсылалась почта еще в августе месяце 2016-го. Где эта почта? Я не знаю, это кого, получаете ее или нет? Нет, я получаю почту. В ноябре приходил ваш представитель. С ноября никаких действий, ни копейки не перечислили. Подождите минутку. Я вам сейчас объясню, почему не перечислены копейки. Потому что в жилком сервисе счета не выставляет. Такого быть не может. Все квитанции у нас расчетный центр ВЦКП присылает в управляющую компанию. Мы эти квитанции обрабатываем и разносим. Лично начальник дому управления разносит по почтовым ящикам. Более того, всем должникам мы направляем уведомления о задолженности. У нас есть автообзвон должников. Поэтому не знать о том, что у нее существует задолженность, она не могла. Арест – мера вынужденная, но действенная, признаются жилищники. Например, за несколько дней трое неплательщиков вернули более 500 тысяч рублей. Только жилком сервису номер один жители должны почти 300 миллионов, а по всему району цифра превышает миллиард. Заставляют шевелиться горожан и всевозможные ограничения. Например, по закону можно перекрыть канализацию или не выпустить за границу. Но управляющие компании стараются не доводить до крайностей и готовы к компромиссам. Если, допустим, должник предлагает в добровольном порядке погасить задолженность, но просит, чтобы ему была предоставлена рассрочка, обычно управляющая компания идет ему навстречу. У нас на сегодняшний момент в разработке порядка пяти лиц, имеющих достаточно серьезную задолженность. Это сумма, наверное, около трех миллионов рублей. И если владелец автомобиля найдет деньги и погасит долг, то сможет забрать свою машину. Правда, заплатить придется еще и за эвакуацию, и стоянку. Что касается должников юридических лиц, то к ним власти будут применять процедуру банкротства.